Молодежь в Бурятии продолжает размышлять на тему экологического кризиса. Общественность не успокоится, пока не убедится, что из нынешней локальной экологической катастрофы извлечены уроки, заявляет автор. Хотя на возвращение в естественный оборот сгоревшего леса понадобится не один десяток лет, и начинать эту работу нужно без промедления. Руководитель агентства лесного хозяйства рассказал журналисту, как планируют восстанавливать ущерб. Потерянные площади компенсировать только за счет искусственного воссоздания практически невозможно. Рассчитываем на естественное восстановление. Еще после рубок будет что-то оставаться. Успех восстановительной кампании во многом будет зависеть от помощи стороны федерального центра. Потому что важно не только ликвидировать проплешины в лесной карте республики, но и не допустить повторения жаркого лета 2015 года. Еще одной такой огненной атаки экосистема может и не выдержать. О паломничестве в пустыне Гоби пишет информполис. С этими местами связано имя знаменитого ламы Данзан Равжа, великого монгольского святого и видного социального и религиозного деятеля. 200 лет назад он говорил. Когда придет время всемирного потопа, это единственное место на планете, которое уцелеет с теми, кто находился рядом. По легенде, существует несколько входов в мифическую страну Шамбала. Один из них в пустыне Гоби, сообщает автор. Если читатели хотят обсудить статью или поделиться своими наблюдениями, журналист Информполис оставляет свой номер телефона и адрес электронной почты. Рассказ об интересном человеке предлагает «Пятница». Александр Константинович Затеев в лихие 90-е возглавил Прибайкальский район. В непростое время ему удалось сохранить производственный потенциал района. Но в то же время отношение к нему у местного населения неоднозначное. По прошествии лет кто-то критикует его за нереализованные проекты, а большинство населения одобряет, сделал немало хорошего для района. Сам работал и другим покоя не давал, за что его и уважают. А также за честность в делах и поступках, за прямолинейность. 50 лет жизни Александр Константинович посвятил журналистике, был редактором, писал книги. Чем занимается сейчас глава, писатель и журналист, узнаете из статьи в газете «Пятница». Номер один представляет материал о ролевиках. Самое необычное увлечение у ланденцев позволяет прожить тысячу жизней. Героиня статьи – редактор телерадиокомпании «Тивиком» Софья Евдокимова. Она рассказывает, что игра способна расширить границы мира и даже наложить отпечаток на реальную жизнь. Вымышленных миров много, но люди их населяют все те же, прекрасные и ужасные, как и в этой реальности. И в этом прелесть игры. Ты можешь отыграть множество жизней, испытать множество судеб совершенно разных людей. Но ко всему необычному и непонятному у нас принято относиться с опаской и недоверием, пишет газета. К хобби Софьи и ее единомышленников люди относятся по-разному. Кто-то искренне восхищается, другие – совсем наоборот. Это были лишь некоторые интересные публикации в свежих еженедельниках. Евгения Панарина, Булат Садинишиев, Алексей Щербаков. Новости дня.